В мастерских Новгородского агротехнического техникума в эти дни проходит демонстрационный экзамен по ремонту сельскохозяйственных машин в рамках вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills. Подробности в репортаже Аэлиты Тошкиной. Если у вас ломается сельскохозяйственная машина, кувалда вам не нужна. Это прошлый век. Нынче-то оно как? Ведь механику нужен ум, потому что работать приходится с электроникой. Конечно, вот этот трактор как раз начинен электроникой. У нас есть специализированные диагностические приборы, тестер. Они подключат и обнаружат неисправности. Дальше. У нас есть система точного земледелия. Они должны показать умение свое пользоваться этой системой точного земледелия. Всю неделю 18 студентов Валдайского агротехнического техникума в этой мастерской демонстрируют в течение трех часов свои технические таланты. В их руках трактор и пресс-подборщик должны быть в исправном состоянии. А если машина дает сбой, то механик должен диагностировать поломку, починить ее или заменить сломанную деталь. Здесь все как на ЕГЭ. Экзамен идет без гаджетов, шпаргалок. Звонки другу и своему преподавателю запрещены. Закончится площадка для валдайских студентов. И с понедельника 12 числа наши эксперты снова продолжают работу. И 17 студентов, выпускников нашей специальности, группы 17-11, тоже будут выполнять такое же задание. И мы надеемся, что они справятся. В чем особенность? Студентов Валдайского технику оценивать наши преподаватели. А для оценки студентов наших, по правилам, это будут опять независимые работодатели. Все экзаменационные испытания по стандартам WorldSkills еще впереди у четверокурсника Новгородского агротехнического техникума Антона Павлова. Свою будущую профессию он выбрал из-за папы Анатолия Петровича, который 40 лет работает главным механиком в хозяйстве Ермолина. Он помогает многим людям. Все же у него спрашивают, все задают вопросы, он многим помогает, что как сделать. Поэтому таких, как сказать, много было. А вам что посоветовал, когда выбрали жизненный путь? Учись. Учись. И все. Учись и учись. В руках лучших из этих умелых ребят в скором времени будут не только дипломы и медали, но и скилл-паспорты за профессионализм, который особо ценится у работодателей. Кроме того, чемпионы станут наставниками у первокурсников. Впервые в этом году на специальность эксплуатация сельхозмашин в Новгородский агротехникум поступило 50 ребят. В два раза больше, чем прежде. И все на бюджетные места. Айли Татушкин, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород.